Иммунотерапия 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 Диагноз гистологический, выявлен плоскоклеточный рак. При бронзоскопии обтурация В2 правого лёгкого и, в общем-то, индивидуальный небольшой размер первичной опухоли. Стадия была в связи с поражением лимфоузлов средостений 3А. Первичная больная всегда попадает в хирургу, но, учитывая выраженную эмфизему, хобл, тестефно 54%, объём форсированного выдоха 1 литр. Конечно, хирурги не взялись за операцию такого пациента и рекомендовали направить его к кардиологу. К кардиологу, к сожалению, пациент попал не сразу. В нашей действительности, к сожалению, приходится записываться и ждать свою очередь на консультацию. И уже к январю, когда пациент был пасторно обследован, выяснилось, что образование уже перешло на 6-й сигнек, на нижнюю долю правого лёгкого. То есть оно уже, помимо того, что первично его размер был около 3 сантиметров, к этому времени такое же образование образовалось уже и в 6-м сигнете нижней доли. И, соответственно, уже диагноз перешёл в стадию 3Б, а размер опухоли Т1Б в Т4. И, конечно, радиологи тоже серьёзно засомневались в своих возможностях. Выраженный отелектаз невозможно чётко определить для стереотоксической радиотерапии размеры поражения, чтобы точно сделать стереотоксическую терапию. Ну а стандартная радиотерапия такому пациенту тоже была не показана. Была рекомендована консультация химиотерапевта, и когда он к нам попал, мы уже стали долго думать, что сделать. Поэтому наше решение было единственное возможное на тот момент, потому что стандартную химиотерапию пациент тоже в связи с тяжестью поражения и сопутствующей патологии перенести не мог. Поэтому было назначено иммунотерапией. И стандартная доза 3 мг на 1 кг в течение двух недель мы отметили уже на протяжении первых трёх месяцев уменьшение опухоли. И к декабрю 2018 года, через полгода от начала лечения, практически уже отмечалось полное уменьшение лимфатических узлов средостения и уменьшение первичного очага. И ещё через три месяца отмечивался полный клинический ответ. И на сегодняшний день, к 20 июня 2020 года, трёхлетняя выживаемость, 36 месяцев и практически изменений, связанных с опухолью, мы на этой картинке не видим. Таким образом, можно сказать, что пациент, который изначально, конечно, мог быть пациентом для хирургов, на сегодняшний день избежал тяжёлого хирургического вмешательства и имеет, в общем-то, трёхлетнюю выживаемость, которая сопоставима с радикальным лечением хирургическим при вот такой стадии заболевания. Поэтому, конечно, стоит отметить, что иммунотерапия, несомненно, является революционным событием в нашей жизни. На сегодняшний день мы имеем уже как шестилетняя выживаемость, которая является 14,7%, это исследования первой фазы, Checkmate 003, и имеются уже данные пятилетней выживаемости двух крупных объединённых исследований. Они были представлены в сентябре 2019 года, это, наверное, одна из последних очных наших конференций, я думаю, что не скоро, наверное, мы перейдём к формату офлайн. Так что на этой конференции были объединённые данные представлены по исследованиям как в группе плоскоклеточного, так и неплоскоклеточного рака. И, как вы видите, во второй линии терапии применялся неволумап по сравнению с стандартным лечением доцитоксилом, и пятилетняя выживаемость, конечно, значительно превышает. 13,4% против 2,6%. И при этом также эти данные по выживаемости без прогрессирования и данные по длительности ответа, они, конечно, значительно лучше в группе, которая получала иммунотерапию. И, конечно, вы все хорошо знаете, что если пациент у нас ответил и прожил 2 года, а ещё лучше 3 года, то шансов дожить уже до 5 лет у него гораздо больше. Если пациент прожил 3 года, то уже 78% шансов дожить до 5-летней выживаемости, а если 4 года, то 88%. То есть мы говорим о группе, которая отвечает на иммунотерапию и выходит уже на определённое плато. Поэтому вот эти крупные исследования, чекмейт 1757, подтвердили эффективность неволумаба именно в лечении во второй линии терапии немелкоклеточного рака и лёгкого. Конечно, мы прослушали замечательный доклад доктора Савёлова, который нам показал действительно эффективность маркера, такого маркера, как PD-L1. И в большинстве групп, которые проводили исследования, это исследования и препараты неволумаб, при аденокарциномии происходило нарастание выживаемости при увеличении у PD-L. Применение препарата пембролизумаб, данное исследование, в данном случае КИ-010, также у нас улучшается выживаемость при PD-L 1 больше 50%. При исследовании отезолизумаба также отмечается улучшение выживаемости при применении, видите, от 51 до 69%. Единственное, где, так сказать, не было этой зависимости, это плоскоклеточный, немелкоклеточный рак лёгкого. Но в то же время, даже в тех случаях, когда у нас PD-L невысокий, как видите, в данном случае, вот стоит, показывает, при применении при PD-L больше 1%, происходит уже удвоение общей выживаемости у пациентов при лечении иммунотерапии. И при отсутствии у больных, которые отвечают, длительность ответа, опять-таки, в три раза длиннее, чем лечение простандартной химиотерапии доцитоксилами. Что мы имеем на сегодняшний день, какие показатели для иммунотерапии существуют у нас в России, и они, соответственно, такие же, как в мире. Как вы знаете, лечение начиналось иммунотерапией со второй линии терапии изначально, поэтому на сегодняшний день мы имеем три препарата, неволомаб, адезолизумаб, феморизумаб, которые применяются стандартно во второй линии. При высоком PD-L возможно монотерапия феморизумабом или адезолизумабом в первой линии. Ну и наиболее интересный на сегодняшний день, конечно, это комбинированные виды лечения при неплоскокречном раке линии. Это схема карбоплотина, пиметрикцерда и пеморизумаба или адезолизумаба, а при плоскокречном раке комбинация карбоплотина, токсанов и пеморизумаба. Ну и последняя регистрация, которая была, это применение дурволомаба при поддержке лучевой терапии. Что сейчас изучается, какие исследования проводятся, какие, так сказать, направления нас интересуют. Конечно, это различные комбинированные методы. Это комбинация иммунотерапии с химиотерапией, комбинация с антиагиангенной терапией, с лучевой терапией, с различными вакцинами и новые виды лечения, такие как карти-терапия. Второе направление – это использование иммунотерапии при более ранних стадиях в качестве неодевантной терапии и, конечно, изучение одевантной опции. Ну и третье направление – это поиск новых маркеров эффективности. Уровень УМД действительно на сегодняшний день остается еще, так сказать, вопросом изучения. Поэтому сравнивают его и в комбинации, и как единственный показатель, изучают показатель такой, как циркулирующий опухоль ДНК. Ну и, конечно, наверное, самым интересным является эта выраженность морфологического ответа. По антиагиангенной терапии мы ждем результатов исследований. В ней, как вы знаете, исследуется много различных препаратов, практически все, которые у нас есть – это и Ниволумаб, и Атезолизумаб, и Дурволумаб, и Пембролизумаб. Но эти исследования длительные, конечно, мы ждем результатов крупных клинических исследований. По неодевантной иммунотерапии, конечно, интерес также достаточно велик. Кроме того, здесь мы можем более ранее оценивать результаты, поскольку мы можем изучать уже морфологический ответ в результате нейодевантной иммунотерапии. В частности, исследование такой третьей фазы НИОСТАР, где было отмечено, что применение в одной группе Ниволумаба, в другой Нива плюс ИПИ, мы видели очень выраженный процент как большого, так и полного патоморфологического ответа при нейодевантной иммунотерапии. Кроме этого, конечно, мы видим то, что буквально введение двух циклов иммунотерапии приводит к, наверное, очень выраженному ответу с полным морфологическим ответом. Следующее направление – это, конечно, комбинация антиангиогенной иммунотерапии. Как вы хорошо знаете, гипоксия, которая существует в зонах опухоли, она приводит к иммуносепрессии и к тому, что, в общем-то, не происходит иммуноответа. Если же мы проводим антиангиогенную терапию, убираем фактор ВИДЖФ, то тем самым улучшаем микроокружение опухоли и позволяем опухоли переводить из холодной в горячей, проводить туморофицированных лимфоцитов, приводить их в действие. И таким образом мы усиливаем действие иммунотерапии с одновременным применением антиангиогенных препаратов. Это подтверждено исследованием при раках лёгкого, где применялась комбинация химиотерапии с отезолизумабом и биоцезумабом. Ну и кроме этого, есть ряд комбинаций, которые применяются при другой патологии, в частности при раке почки. Сочетанное применение двух иммунных препаратов – эпилемумаба и невлумаба – тоже один из путей усиления результатов лечения иммунотерапии. Как вы знаете, эпилемумаб индуцирует активацию противоопухолевых клеток ДНОВа и формирует клетки памяти. А невлумаб, в частности антипидиодин препарат, он восстанавливает противоопухолевые активность клепки. То есть их действие оказывается комплементарным. И на АСКО этого года было представлено трехлетние данные исследования Checkmate, где исследовались три группы препаратов в первой части и три группы во второй части. Применялась НИВА плюс ИПИ, первая группа, сравнивала с химиотерапией. И это было основное цель этого исследования. Кроме этого, монотерапия невлумаба оценивалась в одной группе. Эта группа была при ПДЛ-1 больше 1%. И при отсутствии ПДЛ-экспрессии проводилось применение, так сказать, тоже НИВА и ИПИ в сочетании, так сказать, сравнении с химиотерапией. И также НИВА-ЛУМА применялся, но в сочетании с химиотерапией. И, как вы видите из этого слайда, значительно, так сказать, кривые разошлись. 33% было трехлетние выживаемость в группе комбинированного лечения и только 22% в группе химиотерапии. НИВА-ЛУМА по монотерапии, он не оказался достоверно лучше, чем стандартная химиотерапия, занял промежуточную позицию. В группе, где ПДЛ-1 был менее 1%, как ни странно, тоже были получены очень хорошие результаты. Трехлетняя выживаемость оказалась даже чуть выше на 1%, 34%. И по сравнению с группой просто химиотерапии или НИВА-ЛУМА, а просто химиотерапии, там цифры были 15-20%. Поэтому, в общем-то, вот эти данные, они действительно очень интересны. Говорят о том, что, в общем-то, комбинированная иммунотерапия может быть даже работает там, где у нас нет выраженного ПДЛ-экспрессии. Нежелательные реакции были стандартные, ничего нового, как всегда, преобладали кожные, эндокринные, ЖКТА, печёночное поражение. И, в общем-то, в каждой группе было не больше 1-2 смертей, связанных с проведением лечения. Таким образом, комбинирование применения двух иммунных препаратов, анти-ПД1 и анти-СТЛФО, показало, что действительно это одна из опций. На сегодняшний день она зарегистрирована уже в FDA. И это двойная иммунотерапия, новый подход к лечению немелкоклещного рака лёгкого в первой линии. Другое исследование основано было на усилении действия иммунотерапии на фоне химиотерапии. Как вы тоже знаете, есть обоснования для этого. Во-первых, мы усиливаем презентацию антигенную за счёт химиотерапии. Снижение количества идёт в супрессорных иммунных клетах. И таким образом, применение сочетания химии и иммунотерапии уже доказано на сегодняшний день и является стандартом для многих случаев. На АСКО 2020 тоже было предложено ещё одно исследование интересное. В данном случае проводилось сочетание неволомаба и пепелемаба, комбинированной иммунитерапии, с коротким курсом химиотерапии. Только два цикла химиотерапии проводилось в начале. Идея была в том, что часть больных у нас прогрессирует, которые не отвечают на иммунотерапию, и они отмечаются быстрым прогрессированием до момента развития индукции иммунного ответа. Проводя два курса в самом начале, мы выигрываем время, и таким образом получается, что эти больные отвечают сначала на химиотерапию, и впоследствии только через два цикла начинается развиваться иммунный ответ. И как вы видите, здесь действительно кривая больных, которая получала иммунотерапию плюс химиотерапию, с самого начала идёт выше, чем кривая стандартной химиотерапии. Как правило, в первые три месяца бывает перекрёсток. Сначала у нас кривая больных с иммунотерапией проваливается ниже линии химиотерапии и только потом выходит на плоту. Здесь мы видим картину, когда действительно у нас обе линии сразу расходятся, и таким образом та теория проведения короткого курса химиотерапии, она доказала своё право на жизнь. И вот исследование, которое уже было проведено в настоящее время уже через 12 месяцев, видите, данные 63% против 47% в течение года у нас есть улучшение при применении комбинированной иммунотерапии с химиотерапией. При этом общая выживаемость не зависела от гистологии, но, тем не менее, было небольшое увеличение при повышении уровня ПДЛ. Как видите, при ПДЛ больше 50%, у нас уже 12-месячная выживаемость составила 70%. В принципе, эти данные также коррелируют с данными исследований КИНОТ-189, которые также были доложены на АСКО-2020. Как видите, при наличии выраженного уровня ПДЛ мы также увидим увеличение общей выживаемости. Нежелательные явления, опять-таки, были стандартные. Кожа эндокринная ЖКТ, как правило, это первая-вторая степень. На сегодняшний день мы уже умеем хорошо их купировать, поэтому, в общем-то, никаких новых дополнительных видов токсичности при применении НИО и ПИВЛУМАБа мы не отметили. Таким образом, заключая, я могу сказать, что прогресс в лечении иммунотерапии возрастает потихоньку. Он связан, в первую очередь, конечно, с различными комбинациями. И если мы разделим все виды терапии в зависимости от чувствительности, ПДЛ негативный, ПДЛ умеренный и ПДЛ высокий, то мы можем сказать, что при высоком ПДЛ мы можем проводить монотерапию. На сегодняшний день иммунотерапия – это отозолизумаб и пенвролизумаб. При умеренном и отсутствии ПДЛ негативным – это уже комбинированное медленное сочетание с химиотерапией. Ну и ждем новой регистрации в Россию уже комбинированной иммунотерапии, которая будет применяться в виде ингибиторов ПДЛ и ИПИМУЛМАБа антисетий-4. Ну и, конечно, новые схемы, такие, как были описаны в Checkmate M9LA – это применение короткого курса химиотерапии. Ну и, в заключении, могу сказать, что, конечно, одни химиотерапевты не могут справиться с поставленной задачей улучшения результатов наших пациентов. И, конечно, нужна модельная команда, куда входит уже не только морфолог, но и молекулярный биолог. И обязательно, конечно, участие хирурга, поскольку на сегодняшний день, конечно, и постановка диагноза, и особенно в случае прогрессии повторной биопсии, имеет большое-большое значение. Поэтому команда решает все. Спасибо за внимание.